Всем привет! Меня зовут Лиля. Я рада, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня я покажу вам свои покупки из магазина FixPrice. Наконец-таки я туда попала. Не знаю, как в вашем городе, но у нас, если вы смотрели влоги, то в курсе. У нас нельзя было заходить в магазин больше, чем 10 человек. Обязательно наличие маски и перчаток. Вот знаете, у нас в Сочи такого нигде нет. Абсолютно нигде, только в FixPrice, причем именно в этом. Не знаю, в остальных так или нет. Но очередь, которая была даже на улице, меня напугала, и я просто не ходила в FixPrice. Сейчас можно заходить сколько хотите, там, не знаю, хоть 50 человек, но обязательно наличие маски. Напишите, у вас так или нет. Причем, знаете, они так хитренько к этому подходят. То есть вы заходите, выбираете продукты, которые вам нужны, подходите уже к кассе, а если у вас нет маски, они говорят, мы не можем вам это продать. Но, конечно же, у них на кассе уже лежат маски, которые вы можете приобрести. Но почему об этом не говорить заранее? Может быть, я не хочу покупать, я бы ушла, да, на самом деле. Но у меня была своя маска, поэтому все хорошо. Просто вам докладываю ситуацию в нашем FixPrice. Конечно же, сейчас там огромное количество всевозможных антибактериальных штучек, спреев, гелей, салфеток. В общем, можно там набрать все, что вы хотите. Также в продаже имеются и маски. Я обратила внимание на вот такой дезинфицирующий спрей. Это у нас средство для всех поверхностей, которые убивают 99,1% бактерий. Для рук тела, для сантехники, для дверных ручек, для электроники и для дома. Я использую, распыляю на поверхность стола, потому что у меня кошечка есть, где только она не лазит, понятное дело. Она домашняя, сразу скажу. Но просто все равно я обрабатываю поверхности, прежде чем поесть, что-то приготовить. Также я обрабатываю дверные ручки, тоже очень здорово. Нету какого-то, знаете, удушающего запаха спирта или чего-то еще. Конечно же, я распыляю при открытых окнах. Тем не менее, спрей мне понравился. Очень хочется верить в то, что он действительно убивает эти ненужные нам бактерии и микробы. И все, можно застутнело и спокойно использовать поверхности. А вот что мне хочется вам порекомендовать, действительно, так это жидкое детское мыло от бренда Aura, антибактериальное. Смотрите, оно бережно очищает от грязи и микробов, паш-баланс, нейтральный, без триклозана. Обратите внимание на оформление. У меня есть точно такое же мыло, но у него фиолетовая крышка, и здесь нарисована черепашка. То мне по оформлению чуточку больше нравится, но наполнение одно и то же, девчонки. Очень приятно пахнет жвачкой, хорошо пенится, хорошо очищает руки. Я прям вижу, как после улицы, знаете, что-то такое темное уже плавает. Здоровское мыло. Обязательно буду и дальше его покупать. Обратите свое внимание. Классное. Ну, запах у него невероятно крутой. Также в продаже появился вот такой антибактериальный порошок для белого белья. Вы видите, что я еще не успела его протестировать, но мне хочется показать то, что такая новинка появилась. Также из этой серии у них есть средства для мытья посуды. То же самое написано, что убивает 99,1% бактерий. Хочется в это верить. А антибактериальный для стирки белого белья. Буду тестировать, буду пробовать. И в одном из следующих видео обязательно вам расскажу свое мнение по поводу этого порошка. Нравится или нет. Ну, а пока показываю, что он существует. Порошок, который я успела протестировать, выглядит вот таким образом. Он меня, конечно же, привлек упаковкой. Мне показалось, что он какой-то такой классный. Вообще, я не стала читать и даваться в подробности. Хочется там быстренько все купить и уйти. Думала, что там будут на самом деле какие-то вот эти гелевые капсулы. Очень мне нравится Атериэль. Также есть в продаже фикс прайс. От них прям белье очень круто пахнет. Но это, девчонки, самый обычный порошок с гранулами кондиционера, как мне кажется. Смотрите, это аналог 7 килограмм порошка. Буду, конечно, тестировать, еще пробовать. Но после первой стирки не могу сказать, что это какой-то сверхъестественный порошок, за которым стоит гоняться, драться там в очереди, типа дайте мне его. Нет, самый обычный порошок. Каких-то серьезных загрязнений у меня также не было. Поэтому сказать не могу, да, там отстирают что-то серьезное. Но вещи чистенькие, никаких претензий у меня нет. Называется чистящее средство NANKAORI для стирки цветного и белого белья с кондиционером. В комплекте есть ложечка. Мне очень интересно, действительно он аналог 7 килограмм порошка или же нет. Смотрите, вот таким образом он выглядит. Вы также видите ложечку и голубенькие симпатичные вкрапления. Так что вот так. Подходит он и для ручной стирки. Здесь все это написано. Не буду на этом уже заострять ваше внимание. Еще из новенького, что я увидела, это вот такие влажные салфетки с углем. Я наивно полагала, что и сами салфетки будут черные. Но нет, девчонки, они обычные, белые. Конечно же, в магазине же нельзя все открыть, посмотреть, понять. Нюхать, потрогать. Поэтому я вам покажу сейчас. Вот такие вот они беленькие. Предназначены для очистки лица, рук, тела. Содержат активированный уголь. Но я вам могу сказать, что самые обычные салфетки, которые продаются в фикс прайсе. Ничего особенного. Оставлю их рядом с косметикой. Если что-то мазнуло, буду убирать. Пахнут, кстати, довольно-таки приятно. А салфетки, которые мне очень-очень нравятся, уже второй раз их покупаю. Это вот такие салфетки для уборки. Называются они Мистер Чисто. Спешит на помощь. Хозяйственные влажные салфетки состоят на 60% из целлюлозы, которые не оставляют разводы и удобно держать в руке. Реально, девчонки, крутые. Я постоянно протираю с помощью этих салфеток поверхности. Мне кажется, это аналог тех самых салфеток. Помните, раньше продавались там с апельсином, с лимоном, в фиолетовой и зеленой упаковке. Эти круче, девчонки. И они так здорово выглядят. Вот здесь вот видно. Видите, они такие разноцветные. Действительно, без разводов. Приятно пахнут. Могу вам советовать. Здоровские салфетки. Также из новинок я увидела вот такие губки для чистки нагара. Здесь две штуки. Не успела протестировать. Все остальное тестировала. Только вот порошок и вот это вот я не успела протестировать, честно вам говорю. Они прикольные. Знаете, это получается наждачка нулевка для того, чтобы быстренько очистить поверхность. Тоже расскажу вам. Вот так вот они выглядят. Раньше я их в магазине FixPrice не встречала. Поэтому вам показываю. Еще, что мне очень нравится, это средство для чистки труб. Когда я работала, у нас часто засорялось... Короче, засорялся туалет, прямо вам говорю. И я уже не знала, что делать. Я покупала у них жидкое средство для чистки труб. Оно у меня не срабатывало. И только вот этот порошок нужно насыпать, согласно инструкции. И через какое-то время засор уходит. Реально, девочки, я вам советую. Стоят копейки, а работают на ура. Тоже для дома купила. Если вдруг что-то засорится, быстренько засыпала. Через несколько часов трубы просто... Пулей там все проходит. Здорово. Для экрана купила вот такие влажные салфетки. Беру опять-таки не первый раз. Но, знаете, вначале они настолько сильно пропитаны, что после них остаются разводы. Я вам прямо говорю об этом. Просто берете сухую тряпочку, полируете, и тогда все красиво. Действительно, меньше накапливается пыль. Не знаю, как он это делает. Может быть, как-то отталкивает. Влажные салфетки для жидкокристаллических и плазменных панелей. Я протираю ноутбук и телефон, когда прихожу, обязательно этими салфетками. Здоровские. Но пока они, знаете, как раньше сделаны без защитного клапана. Были с защитным клапаном в голубой упаковке. Но сейчас, видимо, они пересмотрели маркетинг. Еще теперь моя постоянная покупка. Это их вакуумные пакеты. Они есть разных видов. Я беру всегда теперь 50 на 70. Есть с ароматом розы. Вот здесь это можно подсмотреть. И с ароматом лаванды. Также есть еще пакеты без какого-либо аромата. Знаете, я уже несколько своих вещей запаковала. Поэтому могу сказать, что там запах такой еле-еле уловимый. Не знаю, после того, как я их разверну, будут ли они им пахнуть или нет. Но почему бы нет. Идея классная. И каждый раз летние вещи я убираю на зиму. И действительно, очень хорошо экономлю свое пространство. Также здорово пуховики затягивают с помощью таких пакетов. Они, кстати, не деформируются. Можете спокойно затягивать. И что очень круто, то что воздух из этих пакетов не выходит. Просто пылесосом хорошенечко вытянули. И все здорово. Крутые пакеты. Мне безумно реально нравятся. Так, из уходовых средств я повторила свою покупку. Густое масло для волос. Репейное. Сейчас оно мне, девочки, прям очень хорошо подходит. Увлажняет волосы. Знаете, я могу затонировать их каким-то таким очищающим шампунем. Потом нанесла вот эту маску на несколько минут. Да, там до 10 могу подержать. Хорошее количество, побольше. И тогда волосы прям струящиеся и здоровские. Раньше мне очень нравилось крапивное масло. Но теперь я понимаю, что репейное работает чуточку лучше. Поэтому я буду вам от себя рекомендовать именно его. В чем я вижу плюсы, так это в том, что мои пушащиеся, тонкие волосы становятся красивыми и аккуратненько укладываются. Выглядят ухоженными и здоровскими. Вот такое вот густое масло. Есть у них еще крапивное. Есть, скажите мне, горчичное, которое мне совершенно не подошло. И перцовое. Мой фаворитик, вот он, у меня в руках. Также моя постоянная покупка, это их альгинатные маски. Реально крутые, мне нравятся. Можно их даже разбавлять с вашим каким-то любимым тоником, цветочной водой, вниз сыворотку. И вообще тогда здоровский эффект. Очень нравятся, девчонки, присмотритесь, если не пробовали. Следующее, что мне очень нравится покупать в магазине Фикс Прайс, это их носочки. Реально, девочки, они крутые. Причем я могу их использовать даже два дня подряд. Просто аккуратненько завернула и положила в холодильник. Следующий раз достала и с удовольствием надела. Там этой сыворотки хватает хорошо. Я, кстати, покупала их еще пилинг носочки, но какого-то вау-результата я не увидела. Меня наоборот раздражало то, что мои ноги облазают. Это выглядит некрасиво. Эта шкурка, причем, остается на ковре. Это тоже нехорошо. Поэтому я от них решила отказаться. Вот эти здоровские. Хорошенечко почистили пяточки, сделали педикюр, надели носочки. И в следующий день ваши ножки скажут вам спасибо. Обалденные носочки. Кстати, у них есть еще и перчаточки. Их просто не было в наличии. Тоже мне нравятся. Хорошо увлажняют руки. И очень-очень приятно пахнут. Здоровские. Берите, не пожалеете. А вот следующая покупка меня разочаровала. Как же я ее хотела. Эту расческу, которую девчонки показывают. Думаю, ну это то, что мне нужно. Они прямо ее так расхваливают. Но я ее вообще не поняла. В чем прикол, девчонки? Объясните мне, пожалуйста, вы. Смотрите, если вы вдруг не знаете, эта расческа представлена в двух расцветках. Я любительница розового. Но здесь такой приятный мятный цвет, что я не смогла пройти мимо. Смотрите, здесь имеются две вот такие вот губки, которые вы пропитываете маслом. Но сколько бы я масла сюда не лила, эта губка ее впитывает, впитывает. И на волосы прям слегка это все раздает. Быстренько испаряется и все. То есть вы свое любимое, дорогое масло сюда налили и его просто испарили в воздух. Не поняла. Также эта расческа, если просто убрать их, ну не очень прикольно, не очень приятно расчесывает. Поэтому нет, я не рекомендую вам к покупке эту расческу. Она мне не понравилась. Также в магазине FixPrice я не смогла пройти мимо вот таких лент. Они уже давно у нас появились. Есть разные там. Я вот нашла два варианта. К примеру, у меня в руках эластичная лента 200 на 15 сантиметров. И высокий уровень нагрузки до 10 килограмм. Там есть еще поменьше. По-моему, 7 килограмм, если я не ошибаюсь. Производитель уже позаботился. И с обратной стороны показал, какие упражнения с помощью этих лент можно делать. Ну, конечно, на YouTube есть огромное количество девчонок, которые показывают нам упражнения с помощью этих лент. Я пока сделала вот такое. И знаете, я уже почувствовала, как хорошо и круто эта лента действительно работает. Если вы сомневались, брать ее или нет, и дома делаете упражнения, однозначно берите. Они крутые. Ну, знаете, сейчас будете смеяться. Я в магазине такая стою. Думаю, какую мне ленту взять? Побольше нагрузку или поменьше? И такая думаю, ну, я не худенькая девочка. Надо, наверное, взять побольше нагрузку. Потому что, ну, мало ли там что разорвется. На самом деле, мне кажется, ее разорвать невозможно. Ну, только если ее подстричь. В общем, тупануло. Только дома до меня дошло, что это, оказывается, растяжение, да, тяжесть, с помощью которой сопротивление. Вот, до 10 килограмм. Лента крутая. Реально вам советую. Это у нас идет вот такая. То есть, она не замкнутая. Также в магазине я взяла себе еще вот такую ленту для приседаний. Видите, она уже кругленькая. Тоже очень круто. С помощью нее напрягаются мышцы бедер, мышцы попы. Вот вы прям, когда приседаете, вы ощущаете, как каждая мышца тела, на которую, да, вы направили эту ленту, работает. Крутые. Почему я раньше на них не обращала внимания, не знаю. Эта лента идет уже вот в такой упаковке. Она у меня сопротивление 9 килограмм. Точно так же производитель нарисовал, как пользоваться этой лентой. Очень удобно. Так что, девочки, 77 рублей удовольствие стоит работать. С помощью нее можно очень красивую себе попу сделать. Так. И раньше в фикс прайсе продавались вот такие вот штучки, тоже для упражнений. Я вам ее на всякий случай покажу. Вдруг их опять завезут, а вы уже будете знать, что это такое. С помощью нее также можно делать упражнения на грудь, на руки. Тоже вы ощущаете. Вот сейчас я чувствую, как вот эти вот мышцы напрягаются. То есть, следовательно, и грудь будет ваша приподниматься. Тоже крутая штучка. Так, еще что я купила в фикс прайс, это вот такой вот коврик. Очень он мне нравится. Правильно, наверное, назвать это салфетка, да? Салфетка кухонная, 45 на 30 сантиметров. К сожалению, в магазине осталась она последняя. Я докуплю себе еще. Очень мне нравится по качеству. Нравится, как они смотрятся на кухонном столе. Огонь. Также мы для кофемашины такую салфетку взяли, отрезали необходимую часть. И тоже очень красиво смотрится. Мои влоги смотрят и видели. Это вот эта салфетка, обалденная. В фикс прайсе она есть салатового цвета и желтенькая. Знаете, такого выжженного желтого цвета, симпатично. Мои без меня ходили, купили вот такую статуэтку. Очень миленькая, мне кажется. Стоит она 99 рублей. Декоративная фигурка. Смотрите, тут вот такие вот котики. Мы любим котиков, коллекционируем их. И вот такие вот замечательные фигурки тоже появились в фикс прайс. Не знаю, они можно, мне кажется, в сад их поставить. Куда угодно. Там есть садовые, очень красивые фигурки. Тоже присмотритесь. Из еды у меня всего две позиции. Я взяла свои любимые батончики. Нравятся они мне. Я их иногда поедаю. Да, если очень хочется сладенького. Классно. И еще взяла вот такую выгодную упаковку. Барни. Вкусные. Реально крутые. Здесь 8 бисквитов. По-моему, 99 рублей. Мне кажется выгодным. Ну что ж, мои хорошие. Это все покупки, которые я хотела вам сегодня показать. Надеюсь, вам было интересно посмотреть это видео. Рассчитываю на ваши лайки. Если вы на меня только наткнулись и раньше не смотрели, было со мной здорово. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее мое видео. Ведь мы увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok